Этим девайсом пользуюсь уже лет 20. Тому, кто в своем распоряжении не имеет лодки, или по разным причинам, в силу возраста, например, не может ею пользоваться, представляю лайфхак для ловли с берега в проводку. Этот лайфхак очень удобен и весной, во время нерестового запрета, когда ловля с лодки запрещена. Особенно эффективен на малорыбных реках и реках с течением. Устройство состоит из Круглое мотовило для донки с мягкой леской 0,8 мм Мелкоячейстый кормак Крепкий карабин-застежка Поплавок с грузоподъемностью приблизительно 50-100 грамм и бусинка-предохранитель от запутывания карабина в узле поплавка. О преимуществах и недостатках этого кормака поговорим чуть позже. В целом, в составных частях оснащения для ловли с берега в проводку ничего нового нет. Возможно, подобные ролики вам уже встречались. Но я предлагаю вашему вниманию свое опробированное оснащение при данном виде ловли. Подготовка снасти к ужению производится в такой последовательности. На берегу находим подходящий камень и кладем вовнутрь кормака. Кормушка должна быть достаточно тяжелой, чтобы не волочиться по дну. Причем на нее будет действовать также и сила от парусности лески, на которой она привязана. В прикормку, если она приготовлена на основе различных каш, лучше добавить до 30% земли и какой-либо ароматизатор. Это даст полезную муть и привлекательный запах, а также утяжелит кормушку. В качестве наполнителя использовал буквально все, что более-менее есть или было съедобное, начиная от различных видов каш, сухарей, хлеба, магазинных прикормок и заканчивая остатками прокисшего борща и загнившей с опарышами кашей. Количество подаваемого корма определяется удобством заброса и физической силой рыбака. Принцип здесь один, чем больше, тем лучше. Но есть один маленький нюанс. Если нет уверенности в уловистости данного места, то лучше разделить прикормку на две, а то и на три части. Если на этом месте клевать не будет, то выбираем новое место и производим те же манипуляции, что и на этом месте. Ну а если повезет с клевом, то по мере расходования корма, кормак несложно перезарядить и забросить на ту же самую дистанцию. Если рыболовов на берегу слишком много, то забрасывать кормак без риска возникновения серьезной критики со стороны соседей не получится. Ведь заброс шумный. Вступать в полемику не стоит. Лучше в конце рыбалки попросить кого-нибудь из них помочь вам вытянуть садок с рыбой. Это и будет самым лучшим ответом на их претензии. Извините, забыл сказать и показать, как крепится сетка кормака к застежке карабина. Когда делаешь ролик, то кажется, что все зрители и так все понимают. В целом, ничего сложного. При забросе, необходимо подтянуть поплавок кормака, назовем его буйком, к карабину. Левой рукой держим мотовило, а правой, захватив горловину сетки, забрасываем кормак в воду на предполагаемое место лова. Когда кормак ляжет на дно, буйок выныривает на поверхность воды и точно фиксирует место расположения кормушки. Для того, чтобы буйок не препятствовал движению поплавка удочки, его слегка притапливают. Вот как на этой картинке. В ролике я этого не показываю, так как камера не способна видеть буйок под водой. Натянутую леску закрепляют на берегу так, чтобы буйок, не мешая ловля, был виден рыболову. Если оказалось, что кормак заброшен слишком далеко, надо взяться за леску, утопить буйок и подтянуть кормушку. После этого ослабляем натяжение лески и буйок выныривает на новом месте. Далее действуют как обычно, устанавливают нужный спуск поплавка, наживляют крючок и начинают лов. В процессе ужения каждый рыболов располагается там, где ему удобнее вести проводку. Однако практика подсказывает, что лучше расположиться напротив или чуть ниже буйка. Забрасывать насадку следует выше и дальше буйка. А как только поплавок примет рабочее положение, его надо завести в струю, идущую вниз от буйка. Именно в этом месте корм вымывается из сетки, образуя кормовую дорожку. На данном рисунке представлены базовые основы ловли в проводку с берега. Во-первых, насадку надо не просто отпустить в свободное плавание, а забросить туда, где работает кормушка. Буйок кормушки при небольшом заглублении и слабом волнении достаточно хорошо виден и служит ориентиром при забросе снасти, который осуществляют таким образом, чтобы поплавок оказался за буйком чуть выше по течению. Затем подтягиванием лески его переводят непосредственно к буйку, в точку ниже по течению. Поскольку буйок притоплен, то леска, проплывая над ним, не цепляется и сплавляется по течению вместе с поплавком. Во-вторых, главной задачей является не зацепить крючком эту самую кормушку. В противном случае надо или отрывать крючок, или вытаскивать на берег кормушку, а это потери при кормке. В последнее время при зацепе крючка за кормушку, просто-напросто обрываю поводок, а крючки вынимаю из кормака уже после рыбалки. Если же крючок зацепился за леску буйка, то в этом случае все гораздо проще. Достаточно спустить с мотовило энное количество лески и удочкой подтянуть к себе буйок. После освобождения крючка, буйок водворяется на прежнее место. Пока буду рассказывать о преимуществах и недостатках кормака, посмотрите мультик про рыбалку. Так будет веселей слушать.